Зависимость от вредных привычек является страшным заболеванием, которое необходимо устранить, благодаря экстренному вмешательству специалистов. Человек зависимый, увы, зачастую не осознает даже сам факт наличия проблемы, полагая, что он контролирует ситуацию, и это для него является следствием его личного желания, а не следствием зависимости. Реабилитационные центры могут месяцами пытаться вылечить человека, иногда безрезультатно, но мало кто знает, что чаще всего нужно в первую очередь обращаться к душе человека. Зависимость — это всегда следствие, следствие. Я всегда смотрю причину, то есть самое главное для меня — это душа этого человека, потому что всегда зависимость возникает после того, как что-то происходит в жизни человека, и произошло, скорее всего, намного раньше, может быть, годами даже раньше. Потом, когда у него все это накапливается в его душе, когда уже событий очень много, и вы знаете, ощущение как переполненности сосуда, то есть вот уже сосуд внутри переполнен, и человек уже дышать не может, он уже не может нормально существовать, и он начинает искать выход из этого, а выход практически всегда это зависимость. Просто ко мне приходят люди и говорят, помогите избавиться от алкогольной зависимости, да, вот, к примеру, там мой муж пьет вот то-то, показывает мне фотографию, и говорят, вот мы там, допустим, обращались туда-то, вот они убрали там, помогли, но ненадолго, обращались туда тоже помогли, но ненадолго, срывается. А я им объясняю, я говорю, вы знаете, причина в том, что никто не смотрит его душу. Все почему-то считают, что вот зависимость просто убирается, вот просто, допустим, кодирует, или там просто какие-то там проводят сеансы там, или что, обряды. Смотреть надо глубже, потому что ты убираешь только вершину айсберга, а айсберг остаётся. Понимаете, там ещё есть такой момент, когда работаешь в зависимости, тёмные силы, они всегда возле нас, да, точно так же, как и светлые, так и тёмные. Они, когда человек уже переходит на вредные привычки, ну, скажем, такие, на зависимость, допустим, ту же самую, например, наркотическую, очень часто происходит подселение, ну, практически часто, очень часто у этих людей. Конечно, надо тоже работать с такими, надо, но сложнее. Поэтому я и всегда и говорю, что вот не надо допускать вот до такого, то есть, потому что всё-таки они не сразу обычно подселение, там всё-таки сначала идёт просто зависимость какое-то время, то есть они, момент уже, вот до того, что человек уже совсем опустился, да, всё-таки это не сразу происходит. Это вот какое-то годы, может, он ещё будет, скажем, для меня может быть легче для работы, а потом уже вот уже тяжелее. Но надо тоже работать. Для меня каждый человек должен жить. Очень много умирают от алкогольной зависимости, от наркотической, просто, да, молодыми умирают. То есть это не нужно до этого доводить, не нужно бросать этих людей, да, там, на произвол судьбы. То есть надо всё-таки понимать, что это болезнь, такая же болезнь, и надо помочь. Вы понимаете, когда человек, когда ты его от этого избавишь, и когда ещё потом слышишь через месяц, через два, что вот он, например, вообще толком не работал, не зарабатывал, что, например, до этого жена хотела с ним, например, развестись, а мать уже не знала, что с ним делать, что такая вот история, да. А потом, когда он проходит через это, и мне там через месяц, через два, во-первых, он сам пишет, во-вторых, там мать мне звонит, там, в-третьих, мне жена там уже там открытки шлёт и говорит, что мало того, что там и в семье всё наладилось, вообще стал спокойный, да, добрый стал. И вы понимаете, для меня это такой положительный, положительная такая отдача. Я понимаю, что я делаю это не зря. Вы понимаете, это спасённая жизнь, это радость близким. Это же, он же не один такой в обществе существует, понимаете, вокруг него же ещё сколько людей крутится-то и на работе, и везде. И это же здорово, понимаете. Поэтому для меня каждый случай, когда мне говорят, что всё хорошо, ещё и удивляются, что там всё хорошо, что так вот получается, особенно когда дистанционно, я им говорю, а вы что хотели? Вы что хотели? Я говорю, я же с этим работаю. Я если говорю, что я работаю, значит, я работаю. И для меня всегда каждый человек для меня важен, каждый. Я никогда не откажусь работать, я всегда буду стараться помочь. Ну потому что, как я всегда говорю, что если ты сегодня не поможешь, завтра тебе не помогут. У меня всегда срабатывает это правило, и я считаю, что раз мне это дано, раз я это могу, я должна это делать. Продолжение следует...